Мыслей о моем личном каком-то бизнесе не было вообще. Это вот, знаете, буквально просто идея появилась. С мужем мы сидели. У меня идея именно какого-то производства своего что-то делать, своими руками была у мужа всегда. Он говорил, я хочу какое-то свое производство, вот прям все. Как бы, ну, пожалуйста. И тут мы сидели, обсуждали, просто вечер. И он рассказывает, что услышал у кого-то, у знакомых, что они шьют сумки. Я говорю, что давай, мы тоже попробуем. И вот с этого как бы все началось. У нас всегда так принято в семье, что у нас какие-то есть отложенные денежные средства. Мы просто пошли, я вот поехала. Мы выбрали ткань, поехали в стихильное производство, там, где ткани продают. Выбрали, посмотрели, что есть. Вот я увидела эту двунитку, она мне понравилась. Я говорю, давай вот из-за этого пробную партию посмотрим. Ну, мы же не можем сразу там пойти, цех открыть или еще что-то. Я говорю, давай попробуем вот это. Первую партию отшивала мама, мужа. До весны этого года 29-летняя мама двух сыновей Марина Иванова работала в различных компаниях. А потом решила начать свое дело. Идея подвернулась практически сразу. Сейчас очень активно развивается тренд именно вот этих текстильных сумок на каждом шагу. Я даже у себя на площадке часто видела, что женщины-мамы ходят с этими сумками. И мужчины очень активно начали использовать эти сумки. Сейчас часто встречаются. Вот поэтому сумки, их просто шить. Не нужно что-то изобретать. У нас вот такие яркие рисунки. Это является нашей особенностью. И дополнение вот ручки из стропы, что тоже они дают прочность. Подали документы на ИП. Открылись. И как бы помимо этого закупили швейные машинки. Присмотрели уже, так скажем, помещение для этого выбирали. Конечно, помещение маленькое. Зато аренда обходится недорого. Да и места хватает, пока не раскрутились. Работает одна швея. Марина ей активно помогает. А самой Марине муж и дети. Поддержка пришла и от центра «Мой бизнес». Специально для мам, которые хотели бы попробовать себя в предпринимательстве, организовали образовательный курс. Вообще о обучении я узнала от мужа. Потому что он тоже проходил свое какое-то обучение. Видимо, оттуда узнал. И сказал, там будет проходить мама-предприниматель. Я уверена, что тебе будет там полезно. Учитывая твою деятельность на данный момент. Зарегистрируйся и сходи. И я сначала как-то пропустила. Потом я эти слова вспомнила, зарегистрировалась. И вот я еще, по-моему, в июне записалась. И звонок в пятницу. Меня пригласили. Я не знала о том, что будет разыгрываться какой-то грант. Я вот чисто пришла поучиться. Чтобы участвовать в конкурсе «Мама-предприниматель», нужно было заполнить электронную заявку на сайте. и предоставить проект. То есть, с какой идеей ты будешь участвовать в данном проекте. Вот. У меня. Но уже была идея, поэтому я подготовила его немножко. Сложила, так скажем. Упаковала и отправила проект с производством моих текстильных сумок-шоперов. У меня одна шля. Она шьет где-то, ну, в лучшем случае, 50. Соответственно, мы здесь. И помимо этого, чтобы объем все-таки был, у меня счет «Мама». И приходится, я с массой ножа, и приходится на поезде, либо на блокаде, мы возьмем эти сумки. Спасибо. Это образовательный, федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Здесь мы собрали наших участниц. Это и молодые мамы в декрете, и мамы постарше уже с детьми, которые задумались о том, чтобы получить финансовую самостоятельность. Мы их пригласили для того, чтобы они получили полезные знания. Пригласили спикеров по разным тематикам. Это были у нас спикеры, которые рассказывали им про нюансы налогообложения, права, про продвижение личного бренда, про продажи, в том числе на электронных торговых площадках и так далее. В том числе был выезд у нас на предприятии. Поскольку это конкурс, у него есть четкие критерии отбора. Это мамы с детьми в возрасте до 18 лет. И либо это начинающие предприниматели, которые еще даже не зарегистрировались в качестве предпринимателей или самозанятых, либо уже зарегистрированы, но с момента регистрации не прошел один год. Марина Иванова на самом деле большая молодец, потому что она уже самостоятельно вышла на электронные торговые площадки и продает свои эко-сумки там. А мы со своей стороны можем помочь ей, организовав рекламную кампанию. Кроме того, мы можем предложить ей и финансовую поддержку в виде микрозаймов от Агентства поддержки малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике. Также у нас финансовая поддержка возможна в виде поручительства гарантийного фонда. Мы хотим в дальнейшем развивать оптовый канал продаж. То есть в маркетплейсе это все здорово, там есть продажи, но мы хотим выйти на другие объемы, естественно. Сначала мы хотим найти оптовых заказчиков. Уже делаем в этом направлении шаги и ищем клиентов. В дальнейшем уже, наверное, помещение маленькое мы хотим увеличить. Возможно, это уже ближе к зиме, потому что будем расширяться, будем ставить новую швейную машину, обязательно будем двигаться, не стоять на месте. Общеизвестно, чтобы начать свое дело, необходимо иметь стартовый капитал. Причем не только в финансовом эквиваленте. Должна быть обязательно цель, смелость. И, наверное, большую часть занимает, что идти вперед и не останавливаться. То есть для достижения своей цели. Мы путешествовали по городам России, останавливались в маленьких отелях, в гостиницах и в хостелах. И нам как-то приглянулся хостел с ценовой политикой, то есть доступной ценой. Можно сэкономить семейный бюджет и потратить его на какой-то досуг, на экскурсии, на музеи. И нас это заинтересовало. И потихоньку начала эта идея воплощаться. То есть мы задались целью и скопили небольшой бюджет. Начали потихоньку ремонтировать, так как на тот момент у нас уже было это помещение. Но оно требовало ремонта. Сегодня Татьяна спокойно перечисляет виды работ, которые пришлось выполнить и разбираться в которых она научилась не хуже прораба. Так как тут немножко другая планировка была. И вот большую часть денег мы потратили на перепланировку, на сантехнические вот эти вот работы. Здание, оно старое, 75-го года. Мы полностью заменили проводку, полностью заменили под зданием канализацию. Провели сюда воду, здесь не было воды. То есть вот эти вот скрытые работы большую часть наших финансов забрало. Параллельно выясняли все, что связано с гостиничным бизнесом. Консультировались у специалистов, оформляли франшизу. В какой-то момент стало ясно, своих средств явно недостаточно. Мы узнали от знакомых, что существует такая поддержка. И обратились в центр «Мой бизнес», где нам подробно уже рассказали, что нам нужно, какие собрать документы. Мы взяли займ, он у нас очень маленький процент, 4,2%. То есть мы воспользовались для ремонта нашего хостела, закупили оборудование, ремонт делали, закупили строительные материалы. То есть вся часть у нас ушла на ремонт. В самом начале мы посмотрели наш рынок. В нашем городе очень мало хостелов, и, наверное, вот это тоже нас сподвигло, чтобы открыть большой, красивый, уютный, комфортный хостел и безопасный. Мы сейчас завершаем монтажные работы по охранной сигнализации. Здесь у нас видеонаблюдение, которое мы уже установили. Также имеется домофон. И если посмотреть на противоположную стену, здесь у нас полностью установлена тревожная кнопка с Росгвардией, заключен договор, пожарная сигнализация, оповеститель. Этот проект поддержали два института поддержки. То есть этот проект получил помощь финансовую в виде микрозайма и поручительство гарантийного фонда. То есть уже две услуги ими получены. Поэтому, в принципе, тоже, как и Марине Ивановой, мы можем им как минимум предложить тоже рекламу своей услуги. Потому что хостел новый, и, скорее всего, им будет требоваться какая-то рекламная акция для того, чтобы привлечь постояльцев. По общему правилу у нас оплата услуги идет в соотношении 50 на 50. То есть 50% стоимости этой услуги партнеру, который будет оказывать непосредственно эту услугу, оплачивает сам предприниматель, обратившийся к нам. И оставшуюся часть будет оплачивать центр «Мой бизнес». То есть в чистом виде это будет экономия на оплате стоимости этой услуги. То есть таким образом оказываются наши услуги по рекламе, по сертификации продукции. Это вот, кстати, две самые востребованные услуги центра «Мой бизнес». А также это такой же порядок предоставления услуги по размещению на электронных торговых площадках, по проведению патентных исследований и так далее. Я планирую, что мы еще раз обратимся за господдержкой. Мы хотим масштабироваться, то есть чтобы в нашем городе появился не один хостел, а два, три. Спасибо. 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 Спасибо.